Я в Тойло. Но сначала, как всегда, как я до Сюдова добрался? Выпив какао и проехав два часа на машине, я приехал в морской курорт Тойло. Тойло — это поселок, расположенный на южном берегу Финского залива Балтийского моря. По состоянию на 2020 год в Тойло проживали 862 человека, из них 442 женщины и 420 мужчин. Первое упоминание о Тойло относится к 1428 году. В конце 19 века деревня Тойло стала летним курортом, а в середине 20 века деревня получила статус поселка. Тойло до сих пор является поселком, и его площадь составляет 2,1 квадратных километров. Следы первых поселений в Тойло отмечены священной рощей, расположенной на высоком утесе на берегу моря, и священным камнем в парке Ору, о котором я расскажу чуть позже. Интересно, что старейший каменный могильник Эстонии был найден на месте нынешнего Тойлосского кладбища. А теперь давайте поговорим о вышесказанном парке Ору. Начнем с того, что парк расположен в Толине реки Пюхаиги. Изначально в парке был дворец Ору, который с 1934 по 1940 год использовался в качестве летней резиденции первого президента Эстонской республики Константина Пятца. Сейчас вы можете его наблюдать. Дворец Ору возвел русский купец Григорий Елисеев в конце 19 века. Однако, к сожалению, дворец был разрушен во время Второй мировой войны. Сейчас по ухоженному и оснащенному множеством различных указателей парку можно прогуляться, посмотрев на различные виды кустарников и деревьев, с которыми лучше ознакомиться в весеннее или летнее время года, нежели в ноябре. В парке Ору также находится небезызвестная пещера Серебряного Источника, о которой мы сейчас и поговорим. Пещера Серебряного Источника или пещера Хыбы Аликас – это одна из трех пещер, сохранившейся на территории парка. Пещера образовалась в песчанике Свиты Тискри, который расположен в долине реки Пюхайеги. Вода источника, вытекающая из пещеры, ледяная и прозрачная, как и положено родниковым водам. К сожалению, во время съемок воды не наблюдалось. Сама по себе пещера достаточно небольшая. Ее ширина и высота составляют около полутора метров, а длина – шесть метров. Однако в древние времена эта пещера была намного обширнее, ведь ее высота и ширина составляли более девяти метров. Также в 1956 году неподалеку нашли и принесли в пещеру боеприпасы времен войны. И взорвали их. Очевидно, что произошли природные обвалы. Теперь давайте немножко отвлечемся от природных достояний и посмотрим порт Тойла. О нем особо и не надо говорить, его надо увидеть. Ведь находящийся рядом пляж, гавань и паркор делают его, безусловно, красивым районом, который нужно посетить. Гавань сама по себе очень маленькая. В ней находятся лишь несколько рыбарских и парусных лодок. Также, если вы пройдете 4 километра вдоль той самой реки Пюхайеги, в которую впадает ручей Мягара, то вы наткнетесь на прекрасный водопад Алоуя, который мы сейчас и посмотрим. Начнем с того, что Алоуя – это уникальная долина с плетниковым дном, в которой встречаются уступы, карстовые воронки и, конечно же, родники. Водопад Алоуя – это самый высокий водопад из целой секции водопадов, ибо их там находится целых 5 штук. Не правда ли забавно, что посередине данного водопада расположился огромный валун? Ну а теперь поговорим об отеле. Многие спросят, почему именно этот отель? Я думаю, потому что лучшего выбора в Тойло нет. Напомню, что это не реклама. Пожалуй, начнем с номера. Вот так выглядит номер на двоих. В отеле 8 этажей. На каждом этаже есть общий балкон. Как вы, скорее всего, уже могли заметить, на отеле расположилось огромное количество солнечных батарей. Ладно, теперь поговорим о завтраке. На завтрак можно взять хлопья. Также присутствует огромное количество разных десертов. Также можно сделать бутерброд. Присутствует огромное количество салатов и мясных продуктов. Стоит отметить, что были очень вкусные блинчики. Ну а теперь непосредственно поговорим о самом спа-комплексе. В спа огромное количество бань. Вот некоторые из них. Инфракрасная баня, паровая баня, финская баня. Кстати, вы только гляньте на эту баню-избу, удобную расположившуюся на крыше спа. Также есть два бассейна. Один плавательный и другой купальный. Также в отеле присутствует ресторан Меомаре, который я посетил. На фото вы видите. Сливочная паста с морепродуктами. Запеченное филе сига. Свиное каре в горчичном маринаде. Куриное филе с сыром Гордон Блю. Чизкейк с вишней и шоколадным печеньем. Безусловно, здесь есть спортивный зал. На этом об отеле все. Итак, что же я могу сказать насчет этой поездки? Конечно, изначально были сомнения, что посещение Тойла в ноябре это хорошая идея. Однако Тойла в этом плане приятно удивил. Конечно же, лучше посетить Тойла в летнее время года, чтобы насладиться красотой парка Ору во всей красе, а также искупаться в Балтийском море. Как вы видите, Тойла это не просто курортный городок. В нем есть достаточно много интересных и красивых локаций. В общем, вывод я могу сделать один. Тойла. Красивый в любое время года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова